Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не буду его засчитывать, он довольно объёмный. Скажу лишь вкратце, что автор описывает ситуацию, при которой тянется к своим родственникам. Но они достаточно прокладные люди и пытаются занять разные темы, делают вид, как будто бы ничего нет, не происходило. И автор чувствует, что его отвергают, чувствует, что его обменяют, как она сама пишет. И каждый раз из-за этого расстраивается. Собственно и спрашивают, как ей не расстраиваться и как перестать тянуться к ним к родственникам. Смотрите. Значит, во-первых, у вас довольно тяжёлая ситуация была. Я думаю, что вы сами это в принципе понимаете, наверное, что ситуация у вас была достаточно непростая в жизни. Вот. И что много всего вам пришлось пережить. Вот. В частности, много достаточно травм, много достаточно эмоций и переживаний, которые вы, возможно, даже не смогли до сих пор прожить. Окончательно. Вот. Прожить до сих пор так, чтобы они вас больше не тревожили, не обеспокоили и так далее. Это первый момент. И это первое, на что нужно обратить внимание. То есть у меня было столькое такое чувство, столькое такое ощущение, что когда я читал ваш текст, что вас переполняют эмоции, вас переполняют чувства. Да. И в том числе это связано с прошлым опытом, да. В том числе это связано с, ну вот, с прошлыми взаимодействиями, которые у вас были с различными эпизодами из вашей жизни. Вот. С которыми вы сталкивались и которые до сих пор, суть по всему, болят и дают о себе знать. Вам нужно это прожить. Из вашего текста не совсем ясно работали ли вы с психологом или нет. Вот. А это, в принципе, обязательная здесь ссора. Вот. Дальше. Что касается родственников того, что вы к ним тянетесь. Я думаю, что здесь ситуация заключается, с одной стороны, в том, что вы придаете им слишком большую важность. То есть вы замечаете, как, когда вы вот к ним тянетесь, да, вы как будто бы все время от них зависите. То есть как будто бы вы даете, придаете им очень большую важность, очень большую ценность. Хотя важность и ценность, на мой взгляд, это не одно и то же. Вот. Если мы говорим про, ну вот конкретно, да, про людей. Вот. То есть человек, который чувствует себя, чувствует важность других. Это одно, это один человек, человек, который чувствует ценность других, это другая стора. Соответственно, вы придаете этим людям сверхважность за счет своей важности и значимости. Вот. Я думаю, что ваша стратегия в жизни, вот, согласно, ну, которой вы так вот, значит, ну, до всего хотите. Хотите и зайти самостоятельно, да, до всего вы хотите докопаться, как вы, как вы говорите. Вот. И табуированных тем у вас нет. Я думаю, что это в какой-то мере, в какой-то мере, это связано с тем, на мой взгляд, это в какой-то мере связано с тем, что вы выступаете как бы антагонистом для своих близких, для своих родных. На мой взгляд, это так выглядит, то есть, на мой взгляд, вы как бы антагонизируете им, вот, и стараетесь делать как бы то, что они не делают. Вот. То есть, вы, то есть, вот, вы делаете так, да, как бы говорите вы, вы делаете так, ну, хорошо, я буду делать вот так, тогда. Вот. Вот. Вы поступаете таким образом, ну, хорошо, я буду поступать таким образом. То есть вот есть это ощущение у меня, что вы как-будто бы вот обталкиваетесь всё равно от них, есть такое чувство. Вот, если это так, то ничего хорошего там нет. Поэтому первое, что вам нужно в этом контексте постараться сделать, это, конечно же, увидеть, где вы придаёте сверхзначимость людям, вот за счёт чего вы придаёте им вот такую сверхзначимость, да, вот, и в чём вы лишаете значимости себя в этом контексте, да, в этой парадигме. Вот. Дальше. У меня возникло ощущение, что вы своим близким также пытаетесь как будто бы что-то доказать. Вот такое у меня ещё возникло впечатление, вот, что как будто бы без их реакции вот то, как вы ситуацию видите, да, то, как вы её воспринимаете, да, как будто бы вот, ну, не совсем, не совсем такая она эта ситуация, если вы не докажете её ценность, её важность, её значимость другим людям, причём именно родственникам. вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, ваш опыт беспомощности, вот, по-видимому, вот, привёл к тому, по-видимому, привёл, что вы чувствуете себя неважной и незначимой для людей, ну, вот, для своих родных в частности. Вот. И вы пытаетесь это доказать, доказать им, что, ну, что чего-то вы стоите, да, что чего-то вы значите и так далее. Вот. Ну, понятно, что у вас не получается, потому что людей разное, в принципе, и нервная система, да, и ценности люди разные, и так далее. Вот. Вы же, как будто бы, всё время ставите на конь, значит, свою ценность и своё право быть. то есть, вот, получится, если у меня, у меня, ну, доказать, да, а если, если я смогу доказать, если я смогу достичь до них, вот, то, значит, я хорошая, ну, Богдан, вот. Если не смогу достичьаться до них, ну, вот, ну, вот, не получилось, да, там, ну, по-разному бывает, ну, значит, я плохая, а значит, со мной что-то не так, вот. Ну, вот, примерно, вот, в таком ключе, как будто бы, вы рассуждаете, вот, это постоянно, постоянно, вот, история про, какую-то, вот, борьбу, эта история, все время про, вот, про какую-то, про какую-то, про какую-то попытку заявить о себе, вот, и она оканчивается не успешно, вот. При этом, я не знаю, замечаете вы или нет, но вы же не делаете это для себя, таким образом, вот, то есть, ну, то есть, стараясь, стараясь доказать что-то, вот, вы же, как будто вы теряете себя, вот, и отдаете, к сожалению, всего своим близким. А вы говорите о том, что вам не хватило поддержки. А вот, вы об этом говорите довольно часто, много, несколько раз вы это повторяли. Ну вот, лично я думаю, что здесь дело не в поддержке. Вот, лично мне так кажется. Мое мнение заключается в том, что вы чувствуете себя, как как будто бы, неполноценный, если вас не поддерживают. То есть, как будто бы люди обесценивают ваше, вот, видение ситуации. Вот. А может быть у вас есть основания, исходя из прошлого опыта, так сказать, в смысле того, что, может быть, вы неоднократно сталкивались с ситуацией, где и когда вам говорили, что абсолютно нормально то, что не нормально. И теперь вы бы даетесь от близких людей добиться того, чтобы они как-то вот, ну, признали что ли, что да, действительно, ненормально, там, то или иное. Вот. А они все не признают, а они все не признают, не признают, и не признают. Вот. И от этого вам вполне возможно, вполне возможно больно. Вот. Такой, такой момент, вот такой аспект. Я хотел бы обратить ваше внимание на это, ну, вот, в первую очередь. И, собственно, развивать контакт с собой и учиться самостоятельно наполняться важностью того, что с вами происходит вне зависимости от, так сказать, интерпретации этого, очень важно. И это то, на самом деле, что может, на мой взгляд, сделать для вас психолог. То есть, чтобы вы столкнулись сами с тем, чтобы чувствовать, что вам было достаточно, достаточно, ну, самой себя, достаточно своих собственных ощущений. Вот. 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 На мой взгляд, это то, что вы можете сделать для себя. На мой взгляд, это лучше. Лучше, что вы можете сделать для себя, конечно же. Конечно же. Вот. Также, помимо этого, помимо этого, я бы хотел, наверное, сказать еще, такой аспект, ну, показать точнее, такой аспект, что, может быть, вы пытаетесь некую свою собственную проблематику разрешить за счет вот этих людей. Но, на мой взгляд, нужно увидеть, если вы к ним тянетесь, то, вот, ну, в случаях, да, и когда вы к ним тянетесь, то, вот, ну, в случаях, да, и когда вы к ним тянетесь, то есть у вас есть определенная потребность, то есть у вас есть определенная потребность. Вот. А что это за потребность? Что она из себя представляет эта потребность, да, то есть потребность в чем? Вы говорите, например, поддержка, да, допустим. Окей, хорошо. Но, как рождается, как рождается потребность поддержки? Вопрос? Вопрос. Важный вопрос? Очень. Очень. Это очень важный вопрос. Как рождается ваша потребность поддержки? Каким образом? За счет чего рождается и так далее? Это очень важно. Чтобы вы сами на это обратили свое внимание. Вот. Возможно, вы берете на себя слишком много. Возможно, вы требуете от себя слишком много. Возможно, ваши требования являются следствием того, что вы таким образом защищаете. То есть тут, опять же, возможные варианты. Вот. Главное, главное, что вы требуете поддержки, например, от своей сестры. Да? Вот. То есть, опять же, у меня не покидало такое чувство, что вот сестра выступает кем-то вроде цензора. Вот. То есть, ну, если сестра добрый, да, если сестра, вот, даст обратную связь, значит, это имеет место быть. Значит, я вот, тогда я все правильно, там, поняла и так далее. Вот. То есть, то, что вы, например, если вы, допустим, склонны к тому, чтобы доказывать что-то, вот. Ну, если есть у вас вот такая, такая склонна, да, вот любите, любите, любите вы, там, допустим, доказывать что-то кому-то. Да? Например. Вот. Эта история как раз таки правит. Что я не успокоюсь, пока тебе не докажу что-то. Я не успокоюсь, пока, вот, там, ты со мной не согласишь, допустим. Вот. Понимаете, да? И это, конечно, очень, очень, такая тяжелая, тяжелая очень история, вот, на мой взгляд, тяжелая, тяжелая. А, изматывающая, ну, вот, и самое главное, что, ну, конечно, вот, неблагодарная очень, то есть, ну, вот, в каком, то есть, в каком смысле неблагодарная, да? В том смысле, что, ну, можно много очень времени потратить, да, на то, чтобы, вот, доказывать что-то кому-то и так, в принципе, никому ничего не доказать. Вот. Поэтому, вот, вот этот момент, он, эмм, как мне, эм, кажется, очень, эм, очень важен, вот. Я бы работал с ощущением вашей важности, важности. Вот, это, то, что мне кажется, в первую очередь нужно делать, потому что эээээм. Человек в своем, ну, вот, таком проживании, да, каких-то моментах, моментах, если он ориентируется, ну, обращается как бы к другим людям, то есть, вот вы, вот, не просто, да, вот, прям поделиться, то есть, я хочу просто поделиться с тобой тем, что со мной происходит, да, не просто поделиться, а именно, вот, как бы, я хочу, чтобы ты откликнулся мне так, как нужно мне, да, вот, эта история как раз про то, что вы, вот, зависите от этих людей, вот, зависите от них, от них, вот, и вы, ну, вы принижаете себя, вы принижаете себя, принижаете себя, ну, довольно сильно, довольно сильно, вот. Именно отсюда, именно отсюда, вот такая у вас получается, как бы, ну, что-то типа жертвенности, вот, что-то типа жертвенности, вот, потому что, потому что, по-другому в этой ситуации, ну, не может, не может быть по-другому, потому что, жертвенность появляется, собственно, там, где я отдаю много власти, вот, другим людям, вот. Ну, вот, на мой взгляд, по моему скромному мнению, именно это с вами и происходит, вот, то есть, на мой взгляд, вы, вот, очень много власти даете своим близким, вот, за счет чего так, да, почему так, это нужно, нужно смотреть и разбирать, вот, то есть, в чем, в чем вы себя сами, сами урежаете, да, в чем вы себя сами, как-то вот, ну, принижаете, вот, это то, что может, наверное, и должно составлять предмет психотерапии, вот. Такая вот история. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам интересен и полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь по нему. Это позволит вам начать на с собой работу. С вами был Игорь Негода. Субтитры подогнал Игорь Негода.